МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите прямо сейчас. Невыполнение своих прямых обязанностей управляющей компанией. Работает ли должным образом закон о лишении лицензии? Результаты мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения увеличились или сократились платежи за ЖКУ. Новый региональный оператор по обращению с отходами. Чем он будет заниматься, какие зоны обслуживать и что изменится для обычных жителей? А начнем мы с главных новостей из сферы ЖКХ. Платежи за ЖКУ в России в среднем сократились на 10%. Это данные мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения. Его подготовила Российская академия народного хозяйства и госслужбы. Размер среднего платежа в 2016 году составил 805 рублей в расчете на одного человека. Против 915 рублей в 2015 году. Счета снизились благодаря счетчикам и экономии со стороны населения. Жильцов многоэтажек не освободят от платы за содержание общего имущества дома. Такое разъяснение дал Пленум Верховного Суда Российской Федерации. Ранее Госдума отклонила поправки в жилищный кодекс, которые предлагали освободить жильцов первых и вторых этажей от платы за эксплуатацию и ремонт лифтов, а также лифтовых шахт. Риски дольщиков защитит специальный фонд. Госдума Российской Федерации в первом чтении одобрила законопроект, регулирующий его работу. Предполагается, что фонд будет создан за счет обязательных отчислений застройщиков, которые заключают договоры долевого участия с гражданами. Фонд будет выделять средства на достройку незавершенного жилья, либо выплачивать людям возмещение в случае банкротства компании, которая платила взносы в этот фонд. Второе чтение законопроекта назначено на 3 июля. Усилить контроль за управляющими компаниями в части соблюдения лицензионных требований, качества и сервиса предоставляемых услуг. Такое поручение по итогам прямой линии с президентом Владимиром Путиным дал глава Минстроя Михаил Мень. Среди нововведений, которые станут обязательными требованиями лицензионного контроля, доступность аварийно-диспетчерских служб. Например, регулирование времени дозвона. Гражданин не должен ждать на телефоне более пяти минут. Вода в подвале, разрушающиеся стены, перебой с вывозом мусора. Жители одного из районов Невиномыска уже несколько лет ведут войну со своей управляющей компанией. Однако проблемы не решаются. Почему и что делать, узнаете из нашего материала. Кирпичи сыпятся, кому-то на голову упадут, и никому мы не нужны. Никому. Этому дому на улице Советская Невиномыска более 60 лет. Последние годы жить в нем просто невыносимо. Трескаются стены, в подъездах отваливается штукатурка, а зимой холодно. К этим проблемам добавились и затопленные подвалы. У нас сплошной разор. Там только пауки и комары. Больше там, собственно, ничего нет. Ну, вода постоянно где-то, ну, примерно в одном месте по колено, в другом по щиколотку. Из-за воды страдают не только жители, но и общедомовые коммуникации. Жители не раз обращались со своими проблемами в управляющую компанию. Ведь за ее услуги они исправно платят. Однако все так и осталось по-прежнему. На доме на протяжении нескольких лет, не побоюсь этого слова, не ведется совершенно никаких работ. Только экстренные аварийные работы. Куда уходят деньги, на что они собираются? Люди, согласно жилищному кодексу, согласно 290-му постановлению правительства, имеют право на качественно обслуживание, которое, к сожалению, не ведется на данном домовладении. За комментарием мы обратились в управляющую компанию ГУК-4. Там нам пояснили следующее. Я знаю, что там творится в этом доме. Там откачивалась вода, потому что после ливня вода, подвалы затоплены. Не только в этом доме, но и во всем городе было затоплено все. То есть вы, как управляющая компания, выполняете свои обязательства? Мы выполняем, да. Мы выполняем. Уборка территории происходит согласно протоколу собрания. Уйти от недобросовестного права компании жители этого дома не могут по очень интересной причине. У здания два юридических адреса. Первый этаж – это Советская 25, со второго по четвертый – это Советская 27. Именно это, по словам жителей, и затрудняет процедуру перехода к другой управляющей компании. Есть и другая причина. На общем собрании жители не могут набрать форум. Ведь треть квартир пустует, а еще в трети живут квартиранты. Однако бороться с управляйкой можно и другим способом. Для этого жителям необходимо обратиться с жалобой в жилищную инспекцию. Оттуда придут с проверкой. А после уже примут решение либо о штрафе, либо об обращении в суд с требованием отзыва лицензии. Однако он не гарантирует, что управляющая компания действительно уйдет с рынка. Чтобы зарегистрировать новую управляющую компанию, совсем небольшие финансовые расходы для управляющей компании, для руководителя. Поэтому они бросают старую, регистрируют новую и работают с тем же адресом, с теми же людьми, но с другим ННН и чуть-чуть меняют название. Продолжим говорить о проблеме борьбы с неразивыми управляющими компаниями. Гость в студии, начальник отдела лицензирования, заместитель главного жилищного инспектора Ставропольского края Наталья Винокурова. Здравствуйте, Наталья Васильевна. Добрый день. Все говорят о том, что очень просто получить лицензию для управляющей компании. Однако процедура лишения достаточно сложная и долгая. Что вообще необходимо для того, чтобы лишить лицензии нерадивую управляющую компанию, которая не выполняет свои обязательства? Дело в том, что это действительно на сегодняшний момент так, потому что лицензионные требования, к сожалению, несовершенны. Поэтому для лишения лицензии управляющей компании необходимо два решения суда за неисполнение предписания органа горжелонадзора в течение календарного года. При этом только после этого есть возможность исключить дом из реестра, и таких домов должны быть не менее 15% от общей управляемой площади многоквартирных домов данной управляющей компании. При этом существует вероятность того, что есть такое право у собственников принять решение о том, что они продолжают общаться с этой управляющей компанией. Что вообще необходимо для получения лицензии? На какой срок ее выдают? Дело в том, что лицензия сама по себе бессрочная, а для ее получения необходимы всего минимальных 6 требований. Одно из них это регистрация на территории Российской Федерации, потому что субъектам иностранных государств не предоставляется лицензия. Наличие квалификационного аттестата у руководителя управляющей компании, то есть ее единоличного органа. Отсутствие судимости у руководителя за экономические преступления средние и тяжелые. При этом необходимо еще отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц руководителя. И одно из наличия того, что не была ранее лишена лицензия. А почему вообще допустимы такие ситуации, что недобросовестные компании продолжают свою работу и у них никто не отзывает лицензии? Это все зависит именно от длительной процедуры лишения этой лицензии. Потому что даже при большом количестве обращений, да, очень длительные сроки рассмотрения в судебном порядке, да, и получения вот именно решения суда о неисполнении предписания. Потому что само предписание, оно выдается на определенный срок, то есть а их в течение года должно быть два. Иногда получается так, что предписание второе они получают уже в следующем году и поэтому уже оснований лицензионной комиссии, то есть и принимать решение нам об исключении дома практически невозможно. А при наличии большого объема площади управляемой, управляющей компанией, ну это становится практически нереально. Говорит ли вот это о том, что лицензирование сегодня не работает? Вы знаете, я бы сказала так, что сама процедура лицензирована, она призвана к тому, чтобы не столько лишать лицензии, а сколько заставить управляющей компании, надлежащей исполнять свои обязанности. Дело в том, что с процедурой лицензирования вошли и большие административные штрафы, которые в принципе могут привести управляющую компанию в банкротство. Поэтому исполнить предписание органа госжилнадзора становится лучше, нежели потом лишиться этой лицензии. Поэтому у нас доля исполнения предписаний по сравнению с предыдущим годом и 15-16 год, она снизилась до минимума. То есть у нас неисполненных предписаний сократилось более чем на 70-80%. Очень часто недобросовестные управляющие компании просто-напросто не переводят средства жильцов на счета ресурсно-снабжающих организаций. А после этого они инициируют процедуру банкротства и уходят с рынка. А вот эти средства, они просто зависают и никуда не уходят. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то процедура борьбы с такими правонарушениями? Здесь, если у нас договор управления, да, это однозначно, что управляющая компания осуществляет поставку коммунальных услуг данному многоквартирному дому. И, соответственно, денежные средства для перечисления ресурсниками аккумулируются на ее счетах. Если она уже объявлена банкротом, к сожалению, как бы это только уже начинаются гражданско-правовые отношения по взысканию задолженности. И, ну, естественно, только по решению суда. В последнее время говорят о поправках в жилищном кодексе, которые как раз-таки должны ужесточить требования к управляющим компаниям, в том числе к лицензированию управляющих компаний. На каком этапе сейчас находится рассмотрение? Дело в том, что проект был подготовлен в федеральном законе о внесении поправок в жилищный кодекс. Все это было направлено нашей Ставропольской думой в Совет Федерации, то есть он находится на рассмотрении. Кроме того, очень много поправок присылается регионами, потому что проблемы у всех, к сожалению, одни и те же, и поэтому приходится бороться со всем вместе. Спасибо большое, Наталья Васильевна. А мы продолжаем нашу программу. Утилизировать мусор на Ставрополе будут организовано и по-новому. Стихийным свалкам теперь официально объявили войну, а все отходы должны отправляться на специальный сортировочный полигон. В Край выбрали первого регионального оператора по обращению с мусором. Чем он будет заниматься, какие зоны обслуживать и что изменится для жителей Края, узнаете из следующего сюжета. Картон, пластик, органика. Эко-сити – одно из крупнейших предприятий Края по обращению с отходами. На предприятии ведется переработка и утилизация мусора. Кроме того, здесь реализуют и вторичное сырье, отобранное путем сортировки. Теперь здесь будут еще и налаживать систему по вывозу мусора, а также бороться с несанкционированными свалками. Предприятию присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время общество имеет совокупную мощность объектов, способных принять отходы свыше 600 тысяч тонн в год. У нас имеется большой опыт по организации природоохранной деятельности и природоохранных объектов. Нами реализовано три крупномасштабных объекта в сфере охраны окружающей среды. Мы обладаем необходимым опытом, мощностями, транспортным парком. Зоной ответственности нового регионального оператора станет западная часть Края. Это территории Апанасенковского, Грачевского, Изобильнинского, Ипатовского, Кочубейского, Красногвардейского, Новоалександровского, Петровского, Труновского, Туркменского, Шпаковского районов, а также Ставрополь и Невиномыск. Контролироваться будет весь процесс с момента погрузки отходов мусоровоз до их переработки и утилизации. С непосредственным исполнением своих обязанностей региональный оператор приступит с января 2018 года, а пока все жители западной части Края обязаны заключить с ним договоры. С момента начала деятельности рекоператора услуга по обрешению СТКО перейдет из разряда жилищных в коммунальные. В квитанциях будет отдельная строчка по оплате услуг регионального оператора. Изменится расчет услуги. Плата будет начисляться не с квадратных метров, а с каждого человека. Региональный оператор для работы восточной зоне Края также определится на конкурсной основе. Все перемены происходят в рамках так называемой мусорной реформы. Ставрополь вошло в число пилотных регионов по внедрению новой системы обращения с отходами. Территориальная схема предусматривает создание 15 мусороперегрузочных станций, которые будут строиться за счет средств инвесторов. У нас 8 объектов по размещению твердых коммунальных отходов, которые внесены в государственный реестр обращения с твердыми коммунальными отходами. Также данные объекты Росприлотнадзором обеспечены лицензиями по размещению и утилизации отходов. И плюс к этим 8 объектам на территории края в зоне КМВ действует Пятигорский мусоросжигательный завод. В территориальную схему также включены и несанкционированные свалки. Их более 100. Полностью избавится от них еще одна задача региональных операторов. Тех, кто не справится, могут привлечь к ответственности. Меры наказания, крупные штрафы или даже лишение статуса. На сегодня у меня все. Это была программа Азбука ЖКХ. Помните, существование гармонии в вашем доме зависит от вас. Увидимся через неделю. Продолжение следует...